Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в столице Литовского государства. Сегодня, 4 декабря, вот уже через 45 минут в час дня, в здании, которое находится за моей спиной, а это Вильнюсский окружной суд, начнется рассмотрение иск Анатолия Эдуардовича Юницкого к Литовскому государству. Несколько лет назад создатель технологии Skyway прибыл в Литву для того, чтобы начать здесь строительство центра испытаний и демонстрации технологии струнного транспорта. Был заключен инвестиционный договор с мэрией Шауляя, получена земля, сняты офисные помещения, набран штат сотрудников. После чего вмешались интересы крупной европейской корпорации, которая также работает на рынке транспорта. Против Анатолия Эдуардовича было возбуждено уголовное дело, арестовано имущество, также заморожены все деньги в банках. И в итоге ему пришлось покинуть эту страну и строить струнный транспорт уже в Республике Беларусь. После чего прошло три года, никаких доказательств его преступных умыслов найдено не было. В итоге сегодня мы являемся с вами свидетелями продолжения данной истории. А пока у нас осталось немного времени до начала судебного заседания, мы можем познакомить вас с одним из участников этих событий, а также показать то место, где должен был строить центр испытаний и демонстрации Skyway в городе Шауляй. Появление проекта Skyway в Литве и Анатолия Эдуардовича Юницкого лично приветствовали очень многие знаковые, уважаемые персоны литовского государства. Сегодня мы говорим с одним из таких людей, это пастор, это учредитель реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов Владимирас Карповас. Владимирас, вы один из тех людей, которые помнят начало пути Skyway в Литве. Расскажите, пожалуйста, как технология пришла в Литовскую Республику? Ну, это уже осталось историей, это в 2014 году было, сколько я помню, и она как сама технология не пришла, но подписали, я знаю, что в городской мэрии подписали договор, что будет строиться технологический попар Skyway для этой технологии, чтобы внедрить технологию Skyway, да, инновационную Skyway. И вот, и много разговоров я слышал там, и по телевизору говорили, это такие были выступления, дебаты такие в этих газетах. Ну, и просто, ну, одни смеялись, другие говорили, что нормально. Но принято все-таки было, потому что, ну, были все-таки разумные люди, и которые говорили, ну, хорошо, если, ну, и даже, ну, и не выйдет ничего у человека. Человек дает обязательства, подписывает договор и говорит, что принесет столько-столько денег, столько-столько город получит денег, через столько-столько лет будет продукция, что можно будет делать. Ну, так, да, так в чем дело? Он говорит, пусть, и, и, таким образом, когда собрались депутаты, депутаты там, вот, с некоторыми депутатами, я бы сел, потом они и победили с том, что сказали, ну, пусть даже лестницу, давай, пусть он строит даже лестницу на небо, к Богу, говорит, ну, пусть он строит. Какая разница нам? Самое главное, что Бог, Он подписал, Он платит деньги, Он делает, и это время, если не получится, ну, все, закроется. и уйдет, ну и все нормально будет, а город от этого получит что? Только прибыль и получит, ну это действительно нормально, дайте человеку сделать эту лестницу, а вдруг точно сделает. Ну и одним словом проголосовали, дали вот эту землю, дали там это как все, а потом, когда узнали уже там в государстве, а у них там были другие планы, насчет дорог вообще, я вот гипотезу такую сложил, что, и просто воспротивились, потому что там немалые деньги пошли с Зимецу, которая там, она свою компанию здесь зарегистрировала, там по-братиму или здесь, не знаю, но эта компания там, как обузинство подлежит, и эта компания была, в договоре эта компания должна делать была дорогу, и как бы SkyWay тут со своей дорогой опять, как бы и железную дорогу, и транспортную дорогу берет, и Зимецу большие, как бы, но конкуренты, и через месяц это было все закрыто, хотя это там говорили, что банки какие-то там, увидели какие-то там банка, какую-то, ну, каких-то денег, это все, знаете, ну, все сказки, я думаю, потому что банки, ну, как банк может листить какую-то, ну, сферу и там делать. Это просто мое мнение, это точно, что тут, как и всегда делается, останавливай какое-то дело, пока разбираются год-два, разбираются, соперники, конкуренты уходят вперед, а тот, который потом признается невиновным, значит, он уходит, но он уже за конкурентами не успевает идти, потому что все уже бумаги, все договоры сделаны, и он уже не вклинится. И это так, в Литве было много таких путей, не один со SkyWay. Если так посмотреть в историю, это и во всех, и в строительстве, и в строительстве, и не только в дорогах, но и домов, и все, и в других сферах экономики, вот такие дела творились, как бы, оговаривались, началось следствие, и потом, как всегда, через два-три года были невиноваты, выяснялось, что невиноваты, и не было виновности, конечно, но просто так конкуренты избавлялись от своих конкурентов, в таким случае через суды, через вот это дело. Потому что у меня, в жизни, такой же случай был, перед SkyWay был. Я, когда вот это, купил это здание, да, вот, и тут было разрушено, и здесь было все разрушено, школа, и я начал устраивать, и здесь, как бы, рэп-центр, здесь для наркоманов и алкогольку делать, и, значит, и, и я выиграл конкурс в Клайпиде, что город Клайпида будет присылать своих, значит, наркоманов и алкоголков сюда, ну, в этот центр. И тогда один человек узнал из Вильнюса, там за Вильнюсом он, и у него в родне много юристов, и они, он сам говорил потом в Клайпиде, что он, это он накачал, накачал на меня жалобу и отправил в ФНТТ, что, что я как будто не плачу какие-то налоги, и что надо меня последить, и что вы думаете, меня приходят, значит, забирают все, значит, документы, останавливают мои деятельности, и я сижу и работаю, как бы работают, иди работай дальше, а что работать, если остановились все проекты, новые проекты пошли, не можешь запустить проекты новые, старые кончаются, и ты сидишь без денег, без ничего, пока не придет, а их когда идет следствие, никто ничего, никакие деньги ничего не дают, не подписывают договоры. Я так просидел целый год тоже, пока это тоже было снято все обвинения, из прокуратуры получил, что я невиновен, нет никаких на меня этих, и что, и даже извинения попросили, что целый год мучили, таскали по ФНТТ там везде, и потом, а целый год я уже сижу без денег, без финансов, еще как, и тот проект отобрали мне, ну, из скайпины, потому что я, окажется, нехорошему человеку подали проект, и так вышло, что моя репутация была запачкана, все, и потом, сколько надо было опять работать 2-3 года, пока опять свою репутацию восстановить, и все вот это, и в министерстве, вы ведь все знали в министерстве, и меня знают социальное и труда обеспечения, и везде, и в городе, и в Думе, везде, и в городах других, и в сеймах ходил, я там был, значит, в комитете, значит, встречались с наркоманией, комитет наркоманией, ну, и просто вот так вот таким делалось, и просто уходили, и, а центр тот получил мой взял этот, и просто так они уходили, и ему так посоветовали, потому что так делалось в бизнесе, и вот так уходили конкуренты, конкуренты сбавлялись, и даже здесь, в реабилитации с наркоманами, даже в социальной работе то было применено, вот такое вот дело такое было, которое я был действительно в шоке, ну, слава богу, что все восстановилось, и сейчас вот прекрасно тут рецепт. Скажите, изменился ли как-то информационный фон в Литве и отношение людей к проекту SkyWay после новостей об успешном строительстве экотехнопарка в Ленинске в Белоруссии и начале строительства в Арабских Эмиратах? В начале, когда начало строиться еще в Минске, да, ну, еще люди говорили такие, ну, ерунда, как будто тут, знаете, декорации, ну, что это вот мультики, которые были деланы, да, такие раньше, что строится там в Минске, там трактора бегают строить эти башни, все, и это было все такое, как, ну, идет, ну, настолько были люди, ну, поверили в эту ложь эту, которая проходила, очень большая ложь проходила через телевидение, радио, и политики об этом говорили, и президент, и премьер все говорили, только о плохих, вот это все-таки помаленьки, люди все-таки верили, потому что людям это нравилось, это как сказка, и они, потому что для многих это как мечта была, что было бы в Литве так, и вот люди пошли, многие поверили в это и вкладывали, но это было мало людей, но после этого, когда, действительно, уже запустили, получили сертификаты, и запустили первую линию, вот, особенно в этом году, когда уже начали юнибус, ездить людей, возить уже, когда было видено уже наяву, уже, и просто скептики уже замолчали, которые были вообще уже замолчали, это сейчас другие скептики, ну, а где это уже ездить, и билеты говорят, ну, здесь, как будто, ну, 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 показано просто, ну, поездили, ну, покажи, где сейчас билетики продают, ну, что это уже, как будто, ну, она сосуществует, ну, знаете, ну, у нас это такой народ-то, как сказать, как Фома неверующий, да, как сказал Иисусу, ну, дай попробую я тебе, ну, в эту дырку судьбу палец, чтобы повернуть, действительно, у тебя пробитые ноги и руки, ну, ну, вот это такое, хотя ты видишь наяву, видишь эти пробитые руки и ноги, все равно не веришь, все равно тебе что-то надо, и все, вот, и закапываешь, но многие, конечно, поверили. Как считаете вы и ваши единомышленники, потеряла ли что-нибудь Литва от того, что проект Skyway ушел отсюда? Конечно, это, это, по таким трудных временам, какое сейчас трудное время в Литве, экономическое, действительно, и люди уезжают, скоро половина Литвы уже не уехала, уже половина Литвы уже уехала, население, и все уезжают, и уезжают, и уезжают, и никак не могут людей остановить, уезжают, и все говорят, что вот вернутся, вернутся там, но потом и сейчас вот идет разговор по телевидению, вернутся ли эмигранты Литвовцы, и все, которые, и многие, все говорят, нет, не вернемся, ну, чего мы тут, и говорит, если бы поменялась политика, если бы поменялась, действительно, предложили бы нам работу, предложили бы действительно жить мы с удовольствием, но мы не верим уже, что в Литве это может быть, и что мы никогда не вернемся, потому что нам здесь ничего государства, власти не предложат нам, потому что им наплевать на Литовцев, наплевать на людей, наплевать на это, это только себя смотрите и свои, поэтому ущерб, а многие считают, если посмотреть, это сколько я знаю, сейчас, что 2,5 миллиона вы платите Минску, да, там за налоги белорусские, да, 750 человек сейчас, на данный момент уже устроены на работу, это какое для государства и для людей счастье, когда ты в городе каком-то 700 человек уже получили работу, и это, и они не только что получили работу, заработали, но эти деньги и здесь останавливаются, они выпускают, они здесь живут, они здесь тратят, они покупают, это рынок опять, и рынок расширялся бы, потому что способность купить уже есть, приходят финансы, деньги, и таким случаем, рынка раскрылась, и Швуляй просветал, и в Литве, и не только еще на Литве, но опять, и в Литве было бы опять, где-то престиж первый было бы, да вот, но не судьба, но как я, человек верующий, поэтому я говорю, нет ничего плохого, чтобы не выйти в хорошее, значит, мы недостойны были этого Литва, и мы недостойны были, если мы не приняли это, и кто достойен, тот и получил, если мы были достойны, получили, и для Скевея, я думаю, тоже, что, конечно, это как бы, и это время было, ну, как бы мы говорим, что вот плохо, вот плохо, вот мы остановились, мы там сделали, но если через 10 лет, мы посмотрим, может, это как раз будет неплохо, а лучше, это только потому, что Литва не приняла, может, это был большой еще лучший скачок, сделанный в Скайвее, для Скайвея, и именно, что вот, да, Денисский пошел вот в Минске, и в арабские страны, и другие регионы, и вообще это открылось, и просто, это я во всем все вижу Божью волю, и я, и все, ну, все будет хорошо, потому что все Бог контролирует, и все идет по Божьему времени. Только Литва потеряла, а Скайвея, слава Богу, я думаю, тоже потеряла, но я думаю, еще он нарастет, и все, это вернется ему, Скайвею, за это вот, поэтому, и эти такие семейные шаги идут сейчас, именно, может, и за счет этого, что были здесь, в Литве остановки, и они ушли из Литвы, может быть, в Литве потом вообще какая-то власть пришла, которая потом все уничтожила, уже труд, который уже был, а тут еще не начался, они уничтожили, а что, когда, когда уже построено было, то уничтожили, когда было еще больше, я говорю, да. В общем, что ни делается, все к лучшему. Да, да, так написано в Библии. Мы с вами находимся в свободной экономической зоне возле города Шауляй, где предполагалось как раз разместить тестовые участки Скайуэй. Но, к сожалению, пустырь так и остался пустырем. К сожалению, для литовцев, что вы, наверное, уже слышали от уважаемого нашего собеседника, делать здесь, как видите, больше совершенно нечего. Тем более, что скоро начинается судебное заседание, на которое нам нужно торопиться. Мы с вами находимся в здании окружного вильнюсского суда. Вот за этими дверями в данный момент проходит слушание дела, города, ради которого мы сюда приехали. Но, к сожалению, нас туда не пустили. Приехали сюда и люди, с которыми мы не договаривались о встрече. Они прибыли сюда для того, чтобы поддержать Анатолия Эдуардовича Юницкого, для того, чтобы поддержать струнный транспорт и идею его создания, в том числе в свое время в Литве. Но, к сожалению, они вынуждены находиться здесь с нами. Но дадим слово непосредственным участникам тех событий. Пусть они сами представятся и расскажут, что же они здесь хотели увидеть или услышать. Добрый день! Здравствуйте! Я Владимир Павлов. Я уже давно поддерживаю Skyway. Уже более трех лет. И мы все счастливы, что мы узнали об этой компании. Я всегда говорю, как же нам повезло. Сейчас мы находимся вот возле двери, в которой приходит судебное заседание. Я попытался сюда войти. Спросил, можно ли войти. Мне сказали, нельзя. Хотя мы получили информацию о том, что заседание открыто и вход свободный. Мы приехали сюда по той же причине. Если бы было иначе, мы бы даже не занимались таким делом, не оформляли бы командировку, не стояли бы в очереди на границе. Ну и как вы можете прокомментировать, почему такое произошло? Я думаю, это чисто политические вещи. Те же самые вещи, за которых мы не смогли построить, слава Богу, не смогли построить здесь. Потому что это означало бы гораздо большие затраты и трудности в связи с переводами, со всеми родными делами. Так что это, как говорится, что Боженька не делает, все к лучшему. Так и получилось. Я не понимаю, что это так. Добрый день. Может быть, вы тоже сможете представиться и сказать что-нибудь для наших зрителей. Ну, я Аруна Сломинайтис. Я из Литвы. Три года как уже в проекте. Как было в Шауле, я сказал, что наша власть не дадит развиваться SkyWay. Так и было. А вот в 2015 году, как услышал, что уже строится в Беларуси, тогда я пришел и говорил, что эта компания не блефует, что она делает. И уже видны результаты той работы, которую проделали. Спасибо вам в любом случае за ваше мнение и за поддержку. Спасибо, что приехали. Альфред, ну вот мы, к сожалению, не смогли там побывать. Ни мы, съемочная группа, приехавшая из Беларуси, ни литовские инвесторы, которые пришли сюда поддержать вас, наверное, как защитника Анатолия Эдуардовича Юницкого. Впечатление, как, в общем-то, проходило сегодня заседание, какое было настроение, ну и почему оно достаточно быстро окончилось? Ну, особенность этого дела и сегодняшнего судебного заседания состоит в том, что по законодательству Литвы подготовка к судебному заседанию была в форме обмена процессуальными документами. Каждая из сторон предъявила по два процессуальных документа. Истцы предъявляли иск, также отзыв на отзыв прокуратуры и службы финансовых расследований. И ответчики тоже предъявляли два своих процессуальных документа. И в таких случаях позиция и мотивы обеих сторон, они уже известны до начала судебного заседания. Поэтому вот именно особенность состоит в том, что в таких случаях, когда подготовка к судебному заседанию шла в такой форме, в форме обмена процессуальными документами, заседания, как правило, бывают покороче. Если говорить о сегодняшнем заседании, так я бы выявил такую особенность в том, что все-таки судья не задала ни одного вопроса ни мне, как представителю ИСОВ, ни представителям ответчиков. И о чем это может свидетельствовать? Не будем гадать, о чем это свидетельствует. Я думаю, что это свидетельствует объективности судьи. И я думаю, что она примет объективное решение. А в чем, на Ваш взгляд, основная сущность и особенности заявленных исковых требований Анатолия Эдуардовича Юницкого к литовским правоохранительным органам и Литовской республике? Суть заявленных требований – это возмещение ущерба, причиненного законными действиями службы финансовых расследований и прокуратуры. Особенность этого дела состоит в том, что в этом случае заявлены иском государству. Это такие дела, они довольно, скажем так, нечастые. Практика этих судов, конечно, показывает, что не во всех случаях такие иски удовлетворяются. Основное это требование в таких случаях, или, скажем так, большая особенность таких дел в том, что в гражданском процессе суд решает обоснованность решений, принятых в уголовном процессе. По литовскому законодательству и судебной практике такое разрешается делать в суду. И при рассмотрении гражданского дела именно в суд гражданское, при рассмотрении гражданского спора может высказаться об обоснованности принятия решений в уголовном деле. Прецеденты, как такового, скажем так, в Литве еще не было, потому что в этом случае, скажем так, решается в судебном процессе ответственность государства перед гражданами другого государства, которые учредили здесь предприятия, начали свой легальный бизнес законный, и, скажем так, после действий правоохранительных органов им пришлось его прервать. Вы знаете, я ознакомился с материалами досудебного расследования и понял, что в данном случае даже усматриваются признаки злопотребления служебным положением, так как расследование не было закончено в законном установленном сроке, срок этот является 9 месяцев, а в данном случае дело тянулось больше двух лет, два с половиной года, и так как в это почти полтора года ничего не делалось, я считаю, что явно нарушены права и физических лиц, которые истцы у нас в этом деле, Юницкий, Косарева, и предприятия, которые из-за действий, скажем так, правоохранительных органов вынуждены были прекратить свою деятельность на территории Литвы. Честно говоря, не сомневаюсь, что должно быть принято положительное решение, так как явно есть доказательства того, что был нарушен процесс. В каком объеме будут удовлетворены требования, это уже, скажем так, другой вопрос, что заявленные требования, они немалые в денежном выражении, но я надеюсь, что все-таки успех должен быть в этом. Спасибо большое, и я желаю всем нам успеха. Благодарю вас. Спасибо. Конечно, может показаться, что выиграть дело против европейского государства в европейском суде дело нереальное, но в чем сила, брат, а сила в правде. Все, что мы делаем, абсолютно честно и открыто. Мы уверены в своей правоте.